На видео, снятом официальными наблюдателями, пенсионерка рассказывает о продуктовом наборе, который получила бесплатно. В пакете – агитационная листовка от кандидатов в народные депутаты Виталия Хамутынника. Эта очередь в жилком сервис на улице Корчагинцев тоже появилась неспроста. Пожилые люди во Фрунзенском районе с самого утра надеются получить бесплатные пакеты с продуктами. Соседи сказали, получили уже соседи, а мне сказали. Хамутинник какой-то, ну и с ним Горина. Ну вот от этого депутата якобы разговор такой. Не остается анонимным и ремонт подъездов в одном из районов Харькова. Рабочие надевают футболки с фамилией этого же депутата. Продуктовые наборы избирателям от кандидатов в нардепы Дмитрия Добкина и Владимира Скоробогача. Размещение агитационных листовок в школах от Валерия Писаренко. Прямые и непрямые подкупы избирателей наблюдатели фиксируют едва ли не каждый день. Мы наблюдаем самые примитивные формы. Это продуктовый подкуп. Эти пайки, эти пенсионеры на это страшно смотреть. Информация, которая поступает из Люботина, об аналогичных, ну немного отличается состав продуктовых наборов, ну тоже продуктовые наборы от опять-таки действующего народного депутата Владимира Кацубы. Еще одним методом нечестной борьбы за голоса избирателей является использование админресурса. В злоупотреблении служебным положением конкуренты подозревают кандидата в нардепы Станислава Косинова, который сейчас возглавляет областную финанс-инспекцию. Когда он баллотировался на предыдущие парламентские выборы, предлагал харьковчанам бесплатно проверить здоровье в передвижном кабинете УЗИ. Потом свою кандидатуру снял взамен на должность в госучреждении. Сразу попасть на УЗИ – это вообще сказка. Косиновых, Писаренко и Родзинских в списках теперь по двое. Технологии двойников в Харькове используются не первый раз. В этом году она встречается в округах Киевского, Дзержинского и Московского районов. Но политологи уверяют, такие манипуляции на результаты выборов влияют не сильно. Выделяют другой метод нечестной конкуренции – черный пиар. Уже за такие вещи мы наблюдаем на некоторых округах информацию о кандидате «Игрик», который якобы платит. То есть платит, дает пайки и что-то еще делает. То есть покупает. С целью того, чтобы приходили люди, создавали толкучку приемного кандидата «Игрик» и не получая обещанного, разворачивались. Сами передумывали голосовать за «Игрик» и отговаривали своих друзей знакомых. Результаты предыдущих выборов в Верховную Раду были предопределены именно широким подкупом со стороны кандидатов. Но по сравнению с выборами в парламент 2012, на этой избирательной кампании специалисты отмечают более грубые нарушения. Предобранная кампания должна длиться круглые сутки, круглый год, всех каденций. Сразу после объявления результатов голосования, сочетание начинается следующая предобранная кампания. Мы должны это понимать. Избиратель к этому еще не осознает. По фактам нарушений ведения предвыборной кампании в облпрокуратуре открыли три уголовных производства по статье «Препятствование осуществлению избирательного права». В двух случаях дело возбудили по факту подкупа избирателей, а третье уголовное производство открыли по заявлению одного из кандидатов в нардепы на своего двойника в округе. В прокуратуре говорят, открыть дело можно и без обращений граждан. Согласно уголовному процессуальному кодексу Украины, который действует сейчас, у правоохранителей и у прокуроров есть такая возможность получать информацию из открытых источников. Это средства массовой информации, о которых вы говорите. Конечно же, мы можем регистрировать такие дела. Несмотря на то, что соцсети полнятся сообщениями о нарушениях со стороны кандидатов, доказать, что мажоритарщик играет нечестно, трудно, отмечают в прокуратуре. А вот в Комитете избирателей Украины вообще сомневаются, что уголовные производства, открытые по факту нарушений, дойдут до суда. Сам факт открытия криминального проведения, он добрый, хороший информационный привод, но он никак не свидетельствует о том, что там кто-то и когда-нибудь понесет какую-то ответственность. Вопреки сомнениям специалистов, сегодня в окружном административном суде рассматривали иск в отношении Виталия Хомутинника. В суд обратился его соперник на выборах. Дескать, боится нечестной конкуренции. Запретит ли суд Хомутиннику подкупать избирателей таким образом, пока неизвестно. Я подарок возьму, а голосовать пойду, кого хочу. Так отвечают немало пенсионеров. Милостыни, так они сами называют продуктовый пакет, откровенно рады. По словам политологов, подобные методы подкупа избирателей будут использовать до тех пор, пока люди будут лояльны к подаркам. Если кто-то заинтересован, да, там может быть какие-то гражданские активисты, которые баллотируются, но они не имеют ресурсов влиять. У нас чересчур ресурсозависимость. А почему ресурсозависимость? Потому что сам. Кто в этой ситуации мог бы позволить экономить ресурсы избирателей? Каким образом? Идя сам навстречу кандидату, узнавая его, интересуясь. Кроме того, специалисты уверены, задабривать избирателей пайками, дарить подарки от своего имени и демонстративно ремонтировать подъезды. Ради победы кандидаты перестанут только тогда, когда изменится избирательное законодательство. Всё продаётся, всё покупается. И никому верить нельзя. Марина Ступак, Борис Буцевич, Евгений Педин и Алексей Жучков. Объектив неделя.